МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Не секрет, что человеку отдых, сон нужен не менее, а даже более иногда, чем вода и пища. Но не все могут спать и отдыхать, когда им хочется. В каждом обществе человеческом есть люди, вынуждены бодрствовать тогда, когда другие спят. Например, солдат на посту или дежурный доктор на скорой. Греческое имя Григорий, не спящий, бодрствующий, более всего подходит к людям священного чина, в особенности к епископам, к тем, кто попечение несет о целом народе, о большой пастве и должен постоянно бодрствовать духовно над их духовным состоянием. Сегодня Святая Церковь совершает память великого человека Григория, просветителя Армении. Он родился в семье древних парфянских царей династии Арсакидов. И его родной отец убил много людей из желания быть царем в Армении. За это весь род его подвергся проклятию и уничтожению, и Григорию нужно было спасаться от смерти кровной тех, кто пострадал от рук его отца. Скрываясь, Григорий попал в Малую Азию, в Каппаддокию, где был научен христианской жизни. Возмужав, он женился, имел двух сыновей, один из которых был отшельником, пустынником. А впоследствии Григорий вернулся в Армению. Желая исправить грехи своего отца, он стал слугой царя Теридата, который был в числе той семьи, которая пострадала от рук его покойного родителя. Царь Теридат любил Григория, но не любил его веру. Григорий был христианин, а армяне все еще язычниками. Часто у них заходили разговоры о перемене веры Григория, но Григорий был тверд. Тот однажды Теридат решился муками склонить Григория к отступлению. Григория били, одевали на ноги ему сапоги с гвоздями, острями вверх, одевали колодки на него, морили голодом. Все это он терпел, воспевая псалмы и молясь Богу о терпении, даровании терпения. Своим злодеянием Теридат приложил еще одно. Он убил некую деву Репсимию с ее спосницами. И совершив это злодеяние, он стал бесноваться. Он и воины, участвовавшие в убийстве святых дев, стали бегать по лесу как безумные, одержимые бесами, они ели свою плоть и вели себя как звери. При этом однажды было им открыто, что нужно молиться Григорию, который до сих пор еще был жив, а он 14 лет в том времени провел в некой яме полной гадов ядовитых. Гады милостью Божией его не трогали. Некая женщина кормила его, спуская ему туда хлеб. И вот царь Теридат, желая исцелиться, послал к этой яме людей, которые спросили, «Григорий, ты жив?» «Милостью Бога моего я еще жив», — отвечал Григорий. Его вытащили из ямы, привели в человеческий вид. И он сказал царю, что тот молился у мощей, мучениц, замученных им и его воинами. Возле этих мощей Теридат был исцелен и впоследствии крестился сам и крестил весь свой народ. Мы уже однажды говорили, что армяне — это первый народ на земле, который принял христианство как свою государственную религию. И было это еще до Миланского эдикта царя Константина, то есть когда еще продолжались гонения на христиан во всей Римской империи. Усилиями святого Григория в Армении был построен Эчмиадзинский собор в честь сошествия Святого Духа. До сегодняшнего дня Эчмиадзин есть сердце армянского народа и духовная его столица. Григорий вызвал своего сына, одного из двух сыновей, на кафедру архиепископа армянского, а сам ушел на покой, закончив свою жизнь в молитвах и уединении. Когда-то мы, армяне, жили в одной стране, и нас не разделили границы. Сегодня мы живем в разных странах, однако соединяет нас и делает родными друг другу одно главное наше украшение – Христос, благодаря которому и их народ, и наш народ называются и являются, слава Богу, еще христианскими. Мы поздравляем всех, носящих имя Григория, а также с Днем Ангела рады поздравить Михаила и Прокопия. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова